Всем привет! С вами канал Космостар. Звездным часом Елены Денисовой стал выход на экраны фильма «Ищите женщину», снятый Аллой Суриковой. Молодая актриса появилась в нем в роли Виржинии Ренуар, модницы и кокетки, машинистки нотариальной конторы. Но после этой картины значимых ролей у актрисы больше не было, да и вообще она очень быстро перестала сниматься в кино. И полностью изменила свою жизнь. В детстве Елена Укращенок, девичья фамилия актрисы, появившаяся на свет в 1960 году, вовсе не мечтала сниматься в кино. Она была настолько стеснительна, что даже и представить не могла себя выходящей на сцену. После того, как она получила аттестат о среднем образовании, мама повела ее подавать документы на биофак университета, решив, что если уж дочь в детстве любила животных, то вполне может стать биологом. И вдруг по пути выяснилось, мама забыла дома какую-то нужную справку. Она оставила Лену стоять у метро, а сама поехала за документом. Надо же было такому случиться, что именно там она разговаривалась со своей ровесницей, собиравшейся стать актрисой. Она хотела подать документы едва ли не во все театральные вузы и позвала с собой новую знакомую со словами «Будет, не так страшно». И Елена отправилась вслед за ней, удивляясь сама себе. На прослушиваниях она читала стихотворение «Жанна Дарк». Ее приняли во все театральные учебные заведения, кроме ВГИКа. Выбрала же девушка ГИТИС, где училась у легендарного Андрея Гончарова. Так случайная встреча сыграла свою роль в начавшейся новой жизни Елены Укращенок. Уже в студенческие годы она стала выходить на сцену, играла в театре имени Маяковского, в театре Пушкина и театре имени Станиславского, с которыми продолжила сотрудничество и после окончания института. А в 1979 году она сыграла свою первую и единственную звездную роль в фильме «Ищите женщину Аллы Суриковой». После этого на нее обрушилась слава, которая, надо сказать, Елене очень нравилась. В то время она уже носила фамилию Денисова, под которой ее и узнали зрители. В первый раз Елена вышла замуж еще во время учебы в ГИТИСе за своего однокурсника Игоря Денисова, который и стал отцом ее единственного сына Тимофея, появившегося на свет в 1983 году. Молодыми людьми двигала скорее страсть, а не настоящая любовь. Когда же пылкая влюбленность прошла, оказалось, что супруги очень поторопились в своем решении создать семью. Елена стала отдаляться от мужа, а он, почувствовав ее охлаждение, начал искать утешение на стороне. Спустя пять лет, брак распался. Вскоре Елена в Коктебеле познакомилась с известным драматургом Эдвардом Родзинским. Он был на 24 года старше, но при этом отличался каким-то магнетическим воздействием на женщин. В него очень многие влюблялись. Она сделала все, чтобы выделиться из толпы поклонниц успешного писателя. Роман их по сути начался уже в Москве, опять же, по инициативе Елены, распалившей любопытство Эдварда Станиславовича. И даже предложение она ему сделала сама. Правда, до этого момента в ею жизни произошли серьезные изменения. Однажды ею, приболевшую, зашел навестить коллега Саид Багов, благодаря словам которого она вскоре и пришла к вере в Бога. С тех пор карьера актрисы уже перестала казаться ей столь привлекательной. Как раньше, она задумалась совсем о других вещах. И о создании семьи в том числе, ведь сожительство с мужчиной вне брака было греховным с точки зрения православия. Тогда Елена Денисова уже была знакома с известным священником Александром Менем. Именно с ним она посоветовалась, пытаясь понять, как мотивировать любимого мужчину решиться на законный брак. Александр Мень уже не раз общался с Эдвардом Радзинским, поэтому сказал актрисе сразу, инициативы от него она не дождется, придется брать все в свои руки. В результате, с благословения своего духовного наставника, она и озвучила Эдварду Станиславовичу свою позицию. И он даже взял время на раздумья. К счастью, ответ был положительным, но писатель честно предупредил будущую жену, он боится ей испортить жизнь, ведь в быту он скучен, да и старше ее почти на четверть века. При этом не соврал, развлекаться Эдвард Радзинский практически не умеет, зато готов работать сутки напролет. Ей хотелось общения, гостей, долгих разговоров, а он сидел в кабинете и что-то постоянно писал. Впрочем, она тоже нашла себя, но уже не в качестве актрисы, остав помогать тем, кто нуждался. Елена Денисова, как говорит она сама, очень прониклась сочувствием к тем, кто злоупотреблял спиртными напитками. И принялась их спасать беседами, рассказами о вере и Боге. Некоторые убегали, едва завидев приближающуюся бывшую актрису, а кого-то она действительно спасла. Сейчас Елена Тимофеевна занимается реабилитацией зависимых от алкоголя и наркотиков, по христианской программе «12 шагов», организовывает благотворительные обеды для нуждающихся. Работает с осужденными к пожизненному заключению. Эту деятельность она начала из-за заболевания собственного сына Тимофея. А еще она читает на радио стихи собственного сочинения на библейские темы и активно работает с людьми, страдающими от аутизма. Она даже написала книгу на эту тему «Мы все из одной глины», где нашли свое отражение результаты ее дружбы с ребятами с особыми потребностями. Елена Денисова на самом деле очень счастливый человек. Она думает не только о себе, но и о других людях. И, самое главное, любимый муж ее во всем поддерживает и даже помогает материально ее благотворительным проектам.